Книга «Открытым оком». Десятый том. Тема «Монашество». Вопрос 2392. Может быть, монахи, которые рыли под Киевом пещеры, не имели подражателей, прочие же все-таки проповедовали? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. В том-то и дело, что даже самое неевангельское начало имеет последователей. Комсомольская правда на Алтае. 11 июня 2004 года. Страница 2. Этот подземный монастырь находится под Заринском. Вместе с православными паломниками наш корреспондент побывал в пещерном монастыре, расположенном в Заринском районе за селом Глушенко. Он был выкопан в конце XIX века. Монах Даниил пришел из Киево-Печерской Лавры. Сначала он рыл подземный монастырь-1. Потом к нему присоединился послушник. Вдвоем они вырыли подземный лаз длиной около 700 метров, взяв за образец знаменитой пещеры Киево-Печерской Лавры и Псковского монастыря. Подземный скид является точной их копией. Это две комнаты и между ними проход. Зимой в пещере было тепло. Летом прохладно. Прожили монахи под землей примерно 30 лет, до 1926 года. Пропитание добывали своим трудом, обжигали кирпич и продавали местным жителям. Во время гражданской войны красные монаха зарубили, а послушника никто больше не видел. Монахов так легко было ликвидировать. Они сидели в своих гнездах и не думали слушать слов Христа и апостолов. Евангелие от Матфея, 10 глава, 23 стих. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Второе послание к Коринфянам, 11 глава, с 31 по 33 стих. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Аветы стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Слово Божие нужно нести. Это прямое повеление Христа. Да и так понятно, если на поле не будет высева, а зерно гноить по ямам и по пещерам, то конец неизбежен. Туда будут водить только туристические группы бездельников. Первое. Паралипоменон, 14 глава, 17 стих. И пронеслось имя Давидова по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов. Не тем ли более нужно сделать известной жертву Спасителя, возвещать о Его пролитой за нас крови? Первое послание фессалоникийцам, 1 глава, 8 стих. Ибо от вас пронеслось Слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Византия наградила нас при князе Владимире пещерным лжехристианством, а не евангельской верой. Невеселый, разбитый остался Давид, после притчи пророка Нафана. Рыба гнить начинает всегда с головы, вместо царской порфиры — зола на кафтане. Мог бы тотчас пророку дать срок и казнить, и по трубам гулага семейство прогнать, Все имене тотчас же изъять для казны, и псалом нерожденный стал пищей огня. И три тысячи лет покаяния нет, кто в обнимку с чужою женой и псалмом. Для монахов бездетных, царей и коллег, кто в помилуемя Божия ударился лбом. Сколько тех, кто грешил и похлеще, и круче, не извергаясь до дна при глубоких ущелий. Но Давидовы стоны поныне нас учат, к Рождеству расшифрую, что значит сочельник. За соблазн не считал свой раскрыть капитал, пятьдесятый псалом на слезах доплывет. Я его многократно и всюду читал, то он бросит в огонь, то осадит на лед. Было царство Давида многократно разбито, а псалом уцелел, не отправлен на слом. Интернет раскрутил тот псалом на орбите, среди бури грехов стал он лучшим веслом. Царь Давид был и блудник, и страшный убийца, но теперь он пророк и всегда псалмопевец. И с помилуемя Божия успеть бы напиться, когда будут мытарства и страшные бесы. Беззаконных путям Иеговы учить даже в этом падении усердно стремился. Бог мой пастырь всегдашний, заступник ищит, и стеной оградил, это ясно по смыслу. Мне псалом бы такой о себе сочинить, или лучше сказать, расписаться делами. Старожил не сберег никудышный печник, сорняки выше роста на жалкой делянке. 17 июля 2004 год, Игнатий Лапкин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok